Резать к чертовой матери! В жизни Риммы Марковой кипели испанские страсти. Ее третий муж был настоящим испанским бароном, богатым и влюбленным по уши в нашу актрису. Он любил меня так, что падал в обман. Римма Маркова была той самой женщиной, которая коня на скаку остановит. Она резала правду матку, выгоняла мужей, ссорилась с коллегами и родными, чуть что было не по ней. С такой женщиной не каждый мужчина уживется. Она сильная личность, а мужчины не очень любят сильных женщин. Единственный человек, который мог выдержать прямолинейный характер актрисы, Нонна Мордюкова. Просто потому, что сама была такой же. Они могли не стесняться в выражениях, они не обращали внимания, кто там рядом находится. То есть там могло полететь друг к другу что угодно. Знаменитые люди, чей образ вызывал интерес у миллионов. И их сумасшедшие страсти. Личный демон, борьба с которым хранилась в тайне. Война, в которой выиграть невозможно. Риму Маркову мало кто помнит на экране молодой. По-настоящему востребованный актриса стала только после сорока. А у меня никакого таланта не было. В танцевальный кружок записалась, и то выгнали. Для зрителей она навсегда осталась королевой эпизода. Кто из нас не повторял ее фразу из фильма «Покровские ворота»? Резать к чертовой матери! Не дожидаясь перитонитов! Актриса сыграла этот эпизод легко, без репетиций, без вживания в роль. Потому что она и в жизни была такая. Резкая, сильная, бескомпромиссная. Так же дымила всю жизнь, как паровоз. Так же любила вставить крепкое словцо. Я помню, как у Останкина, я ждал ее на съемку. И вот я вижу, подъезжает такси, распахивается дверь. Выходит Рим Васильевич, как ее многие звали. Женщина с мужским характером. И когда милиционер сказал, покажите ваш паспорт, она сказала, нахуй, вот так и пошла дальше. Там, конечно, все обалдели. Добрый дух будет от наших девок. Джиа Кондо. А кто такая? А? Абисова знает. Мабуть, из бывших. Из бывших? А чего же ее портрет на советский одеколон прилепили? Надежда Петровна в фильме «Бабье царство» одна из немногих главных ролей Риммы Марковой. Причем увела она эту роль у самой Нонны Мордюковой. Слава Богу. Будучи в то время уже звездой, Мордюкова на сто процентов была уверена, что главная роль в фильме достанется именно ей. Абсолютный ее типаж. Сильная деревенская баба. Однако режиссер Алексей Салтыков выбрал никому неизвестную Римму Маркову. Что не говори, а мужик на земле царь. Нонна Мордюкова была разъярена. Говорят, после премьеры фильма она подошла к Марковой и заявила, что та, как актриса, абсолютный ноль. Маркова тоже за словом в карман не полезла. Наговорив друг другу колкости, Нонна и Римма в итоге рассмеялись и пошли вместе выпить по рюмочке. С тех пор актрисы стали самыми близкими подругами. Они были схожего типажа, поэтому в одном фильме их практически никогда не снимали. Исключением стала картина Никиты Михалкова «Родня». Маркова прилетела к Мордюковой отпраздновать ее день рождения, а та попросила Михалкова дать Римме какую-нибудь небольшую роль. Узнав, что Маркова занимается каратэ, режиссер специально для нее вставил в фильм этот эпизод. Не я! Нет, что-то не так. Римма Васильевна! Иду! Они были похожи не только по стати, но и по характеру. «Мы с тобой одного конского завода!» шутила Мордюкова. А Римма говорит, «Нона, не с конского завода, а из одной конюшни». Но именно из-за того, что актрисы были с одной конюшни, они постоянно ссорились. Обе вспыхивали, как спички. И выражений не выбирали. Они вот как играли в этой рекламе знаменитой две подруги там на железной дороге. Вот примерно та же дружба у них и была. 40 лет простояла вот на этой дороге, так и подохнешь тут. Ведьма ты совсем стала! Дура ты! Прям ненавижу тебя, убила бы! Ссориться подруги могли из-за любой мелочи. Поехав вместе отдыхать в санаторий, они умудрились разругаться на второй день. Поводом послужило то, что Мордюкова встает рано на завтрак, а Маркова спит до обеда. Она говорит, «Ты же не умеешь отдыхать». Я говорю, «Чтоб я в 8 часов встала, да Боже, сохранилась. Мне завтрак этот не нужен, и обед этот не нужен. Я первый раз съем в 4 часа». А еще подруги ревновали друг друга к работе. Маркова переживала, что все главные роли уходят к Мордюковой. А ей предлагают только эпизоды. Она всегда ей завидовала, что хотелось получить вот это вот то, что Нонна. Все равно, как бы ни было, Нонна немножко выше. На одной из творческих встреч со зрителями после фильма «Бриллиантовая рука» Нонна взяла с собой Маркову за компанию. И так вышло, что зрители встречали ее лучше. Мордюкова смертельно обиделась на подругу, обозвав ее выскочкой и бездарностью. Актрисы не разговаривали друг с другом несколько месяцев. А потом Нонна первая. И Рима однажды в интервью сказала, она мне первая позвонила. А Нонна поняла, что для той важно, что Нонна первая. А Нонна, она отходчивая. Отходчивая Мордюкова оценила игру Марковой и в «Бабьем царстве». Спустя время она призналась подруге, что обозвала ее нулем из зависти. А на самом деле та сыграла блестяще. Да нет. Куда уж лучше. Роль в «Бабьем царстве» сделала Риму Маркову знаменитой не только в СССР, но и за границей. Фильм высоко оценили на международном кинофестивале в Сан-Себастьяне. Съемочная группа в полном составе отправилась за призом в Испанию. Там-то Маркову и заприметил испанский барон Гонсалес Гарсия Хосе Антонио. В свое время он учился в Советском Союзе. По-русски говорил почти без акцента. Актрисе на тот момент было 43 года. Она была дважды разведена. О новых романах даже не помышляла. Хотя, конечно, Маркова ильстили ухаживание испанского жениха. Был скромный, в очках такой, такой тихенький, да. И он, может, телефончик там и так далее. Я думаю, да, конечно, пожалуйста, вряд ли ты приедешь. Он через неделю приехал. Представляете, что со мной было? Пылкий поклонник позвал Римму Маркову замуж. Никакой особой любви к Антонио она не испытывала, но все вокруг твердили в один голос. Что ты кочевряжешься? Богатый, иностранец. Упустишь, дура. А ведь тебе уже за 40. И Маркова решила, была не была. Она и Гонсалес Гарсия Хосе Антонио поженились. Несмотря на то, что и Римма Маркова, и Нонна Мордюкова были, как говорится, простыми деревенскими бабами, без изящных манер и тонкой фигуры, мужчинам они очень нравились. Многие советские актрисы выглядели не так, как современные модели, но это не мешало им быть востребованными в кино и счастливыми в личной жизни. Наталья Гундарева тоже часто играла деревенских женщин, которым палец в рот не клади. Женихаться захотелось? Так я уже занятая, понял? И потом сначала побройся, а потом рожу суй. Да вы что? Ничего, отвали, говорю. Пышные формы актрисы помогали ей быть очень убедительной в этих ролях. Правда, сама она такие образы не любила и мечтала похудеть, чтобы играть более утонченную женщину. Хотя от поклонников у нее отбоя не было. Расстроилась, когда увидела себя в этой роли буфетчицы, где там была затянутая большая грудь, тут жопа торчит, тут свисают уши эти ужасные. В общем, все это... Но это все шло на роль, это все ложилось. И она ужасно по этому поводу переживала. Василий Тихонович, может, еще чего нужно? Простых тружениц села часто играла и Зинаида Кириенко. Но в отличие от Мордюковой и Марковой, она на экране была слабой женщиной. Всегда страдала от несправедливости. Как, например, в знаменитом фильме Сергея Герасимова «Тихий дон». Ты отбила у меня мужа. Отдай мне, Рихория. Герасимов меня спросил, а почему ты решила стать артисткой? Я говорю, я хочу, чтобы мои зрители так же переживали судьбы моей героинной экране, как я. В отличие от съемочной площадки, в реальной жизни у актрисы все было прекрасно. Никаких переживаний. Она всю жизнь прожила с единственным мужем в любви и согласии. И вне съемочной площадки Зинаида Кириенко совсем не напоминала деревенских жительниц. А вот личную жизнь, что Риммы Марковой, что Нонны Мордюковой, спокойной не назовешь. И чем она его завлекла, а? Страхолюдина, тощая! Римма Маркова сыграла больше 80 ролей, но главных было по пальцам пересчитать. Все, разговор окончен, иди! А все потому, что ей постоянно переходила дорогу Нонны Мордюкова. Она уводила из-под носа подруги одну главную роль за другой. Мы совершенно разные. Вот Мордюкова я не смогу, чтобы я не сделала так, как Мордюкова играла. Я не смогу. Но и Мордюкова не сможет то, что я могу. Мы разные. И я говорю, ну что нас все время вталкивает? «Русское поле», «Журавушка». Поначалу режиссеры хотели снимать в этих картинах Маркову, но потом отдавали предпочтение Мордюковой. Актрисы были одного типажа, но Мордюкова, чего скрывать, была талантливей. И Маркова это признавала. Так и говорила. Нонка – великая актриса, зараза. А вот в личной жизни подруги были очень разными. Мордюкова – это человек настроения, это страсти, это огонь. У нее сегодня так, завтра так. А у Римы Васильевны все-таки была своя жизненная линия, свой свод правил. Нонна Мордюкова была зависима от мужчин. Она не могла быть долго одна. Постоянно влюблялась и меняла ухажеров. Она ждала вообще-то любви. Любви и серьезных отношений с мужчиной. Безусловно, ждала и хотела этого. Но крутой нрав и особый подход к мужчинам, особая требовательность, конечно, она не давала ей возможности остановиться на ком бы то ни было. Официально Мордюкова была замужем два раза. Первой – за Вячеславом Тихоновым. Их пара считалась эталоном. Оба такие талантливые, такие красивые. Но после 13 лет брака Мордюкова бросила мужа ради легкомысленного красавца Бориса Андроникашвили. Она вообще, наверное, была очень влюбчивой. Очень, возможно, неразборчивой влюбчивой. Поэтому ее судьба такая дамская не сложилась. Потом Мордюкова вышла замуж за актера Владимира Сашальского. Но тот оказался пьяницей. Через пару лет они расстались. Больше Мордюкова официально не была замужем. Но романы в ее жизни случались постоянно. Она же приезжала, говорит, Витька, ну найди мне мужика. Ну нет мужика, ну как бабе просто, просто как бабе найди мужика. Он мне нравится. Римма Маркова же была совсем другой. Она не цеплялась за мужчин, не страдала от одиночества. И легко разрывала отношения, если ее что-то не устраивало. Так случилось и в браке с испанским бароном. Я женщина честная. Чужих мужиков не подманиваю. Римма Маркова сразу заявила мужу. Я буду жить только в СССР. Антонио бывал у нее наездами. Мадридский бизнес не позволял отлучаться надолго. Каждый раз приезжая к жене, Антонио устраивал сцены ревности. Стоило Марковой просто посмотреть на другого мужчину, дома ее ожидало многочасовое выяснение отношений. Дошло до того, что на приемах в доме кино актриса не могла даже обнять коллегу. Муж тут же лез в драку. Он горячий испанский мужчина со своими какими-то понятиями о семейной жизни. И он не понимал таких отношений. Он не понимал, что она может поцеловаться с мужчиной в щеку на его глазах. Возникал конфликт. А потом Маркова узнала, что беременна. Муж обрадовался. Теперь-то независимая Римма никуда не денется и поедет жить с ним в Испанию. Но актриса решила все по-своему. Она сделала аборт, а мужа просто поставила перед фактом. Я понимала, что меня заставят уехать туда, потому что будет ребенок. И я сделала аборт, что не простилась. Узнав об аборте, Антонио впервые в жизни замахнулся на Маркову. Правда, ударить все-таки не смог. Он разразился гневной тирадой на испанском языке, а затем выскочил из квартиры, хлопнув дверью. Даже не взял свои вещи. С тех пор Римма Маркова его не видела. Замуж актриса больше не выходила. Когда подруги спрашивали ее, когда ты найдешь себе мужика, она отмахивалась. Я сама себе мужик. Никогда не признавалась в этом. Она говорит, а чего, мне хорошо одной. Я в это время хожу, думаю, сама с собой разговариваю. Это мне нравится. Антонио стал третьим мужем актрисы, с которым она безжалостно рассталась. В первый раз Римма Маркова вышла замуж в 22 года. Летчик Семен невесту боготворил. Но после свадьбы предъявил Риме ультиматум. Или я, или актерство. Характер Марковой тут же дал о себе знать. Она сделала выбор молниеносно. Подала на развод. С такой женщиной не каждый мужчина уживется. Она сильная личность. А мужчины, как вы сами понимаете, не очень любят сильных женщин. Это надо соответствовать. Потому что нужно быть такой же личностью, а может быть даже еще сильнее. Маркова решительно пожертвовала семьей ради карьеры. И, возможно, в какой-то момент об этом пожалела. Ведь с кино у нее долго не складывалось. Дебют Риммы на экране состоялся, когда ей уже исполнилось 32 года. По современным меркам практически юная девушка, а в кино она сыграла многодетную, явно не молодую мать. Пятый родился. Я уж сначала думала, может, санитарка номерки путает. А потом приглядишься, нет, вроде носы мои. До триумфа в бабьем царстве Римма Маркова мелькнула еще в фильме «Крылья» в роли буфетчицы. А мне жить интересно. Жаль, только время быстро бежит. Кстати, в титрах актриса шла, как Никитина Маркова. Владимир Никитин, будучи моложе Риммы на 9 лет, стал ее вторым мужем. Он очаровал Маркову. Красавец, талантливый музыкант. И не запрещал заниматься любимым делом. Актриса родила дочь Татьяну и была абсолютно счастлива. Маркова была уверена – этот брак навсегда. Однако ее ждал неприятный сюрприз. Оказывается, он был пьющий человек. Он какое-то время держался, пока я родила, все и все. И это была катастрофа, почему я ненавижу пьяных. Римма Маркова долго терпеть не стала. Поняв, что пьющего мужа не исправить, она решительно выставила его вон. Мне пришлось, уже когда стала не в терпеж, мне пришлось расстаться, несмотря на то, что безумно любила его. Римма Маркова, если отрезала, так отрезала – навсегда. Она была решительной в своей жизни и также решительно лезла в чужие. Например, всегда контролировала своего брата, известного актера Леонида Маркова. Тот был младше Риммы всего на два года, но она относилась к нему как к ребенку всю жизнь. Мне уже много лет, пора бы уж перестать бояться кого бы то ни было. Я думаю, тут были такие взаимоотношения, что ему нравилось даже, что над ним вот есть такая сестренка, которая может о нем позаботиться, которая ему вовремя скажет «прекрати». Но такая забота Риммы нравилась Леониду только до того момента, пока она не начала лезть в его личную жизнь. Я не знал, что должен отчитываться перед гаражным кооперативом в своей личной жизни. Римма указывала брату, с какими женщинами встречаться. Постоянно критиковала его спутниц жизни. А Марков был женат четыре раза. Со временем все это стало откровенно раздражать актера. Он молча принимал, принимал вот эту как бы опеку, но, а, он мне не нуждался, был, мне не хотелось. Но Маркова все это делала из большой любви и искренне не понимала, почему брат обижается. Леонид Марков скоропостижно скончался в 63 года от рака. Это стало сильнейшим ударом для Риммы Марковой. Нонна Мордюкова тоже всю жизнь заботилась о своих сестрах и братьях. Их у нее было пятеро. Деревенская женщина ворочала мешки. Она старшая была в семье. Мама была всегда на работе. Все дети, которые в семье рождались, всех их выненчила Нонна. Своих младших сестер Наташу и Люду она даже перевезла жить к себе в Москву. Это случилось, когда у нее с Тихоновым родился сын Володя. И все бы ничего, но первое время они все вместе жили в одной, даже не квартире, а комнате в коммуналке. Молчаливому и спокойному Тихонову просто некуда было деться от этой шумной кампании. Говорят, это стало одной из причин охлаждения отношений с Мордюковой и в итоге развода. К тому же Нонна, как и ее подруга Римма Маркова, была той еще язвой. Пыхти, пыхти, пока глаза не повылазят. Меня, чтобы держать в руках, нужен мужик. А он слишком виловатый, она говорит. Казачку нужно бить часто. Батагом, кнутом. А Слава не умеет. Он такой мягкий. Скорее ждал, чтобы я его начала бить. Хороший ты мужик, Андрей Егорович. Но не орел. От своего языка страдала и Римма Маркова. Часто многие роли проходили мимо нее просто из-за того, что актриса не могла вовремя промолчать. Бандиты, бандиты. Я не буду называть режиссера, я не буду называть картину. И, значит, присылает сценарий ужасающий. Ужасающий. Ну, просто... И там три старухи. Он звонит мне. Ну, как? Я говорю, любую из этих трех, так сказать, женщин, даже не сказала старух, могли и вы, сыграя, только юбку одеть. Все. Обиделся. А как вы думаете? Фаина Раневская тоже любила резать правду матку. Ты же всю жизнь меня терроризируешь. Да еще, как остроумно. Кто не помнит ее хлесткие фразы, ставшие афоризмами? Жизнь коротка, и нечего тратить ее на диеты, плохое настроение и на жадных мужчин. Это не сарказм. Это, конечно, юмор и это ирония. Сарказм – это нечто более злое, направленное на человека. Этот человек клялся носить меня на руках. Уйди, зверь. На самом деле, сарказма тоже хватало. В театре Моссовета от острого языка Раневской доставалось многим. Она не церемонилась даже с главным режиссером Юрием Завадским. Давала ему смешные прозвища. Например, Пушок, так как Завадский был лыс. Или вытянутый в длину лилипут за его высокий рост. Это возмутительно. Гусь ты, Иван Ильич. Но надо отдать должное Раневской. Она иронизировала и над собой. Сама себя критиковала. Говорила, что нет, я играла плохо. Надо вот играть не так. Моя Сэвидж в этот раз была дурочкой. Надо построить по-другому свои фразы. В какой-то момент Завадский забрал у Раневской все роли. И она ушла из театра. Правда, потом вернулась. Тот же Завадский ее позвал обратно. Ведь зритель хотел видеть любимую актрису на сцене. И режиссер решил ради искусства потерпеть характер Раневской. Вы знаете, когда я стоял свинцом, мужчины с ума сходили. То же самое было с Марковой и Мордюковой. За их талант режиссеры были готовы терпеть их острые языки. Римма Маркова и Нонна Мордюкова были во многом похожи на экране. А вот в личной жизни подруги были абсолютно разными. Они по-разному относились к мужчинам и по-разному воспитывали детей. У обеих было по одному ребенку. У Мордюковой сын, у Марковой дочь. Обе очень любили своих детей. Но проявляли эту любовь по-своему. Римма Маркова в лоб говорила дочери Татьяне то, что о ней думала. Когда та была не права, мать тут же указывала на это. Из-за чего они часто ссорились. Мать у тебя дура. Только дурном и учит. Как же тебя такую разумницу вырастила? Знаете, спорили мы всегда и обо всем. И сталкивались с нашим характером ежеминутно, ежесекундно. Потому что каждодневно это была такая гармония отношений в конфликте. В постоянном конфликте. Обе, конечно, очень уставали от этого. Но как по-другому у нас модель отношений не складывалась. Мать и дочь даже не общались несколько лет. Хотя жили в соседних подъездах. Когда Татьяна забеременела от случайного кавалера, она не хотела рожать. Но Маркова заставила ее не только оставить ребенка, но и выйти замуж за его отца. Хотя мужчина ей категорически не нравился. Родился сын. Однако муж вскоре сбежал из семьи. Дочка стала винить во всем мать. Но друзья семьи говорят, дело было вовсе не в Марковой, а в самой Тане. Тяжело с ней. Надо просто знать Таню. Таня привыкла требовать. А требовательность ее на пустом месте. Знаете, любой мужчина все сам при не висет. Знаете, не надо ничего просить. Откуда, называется, откуда что взялось? Властность, которая ничем не подпитана. Позже дочь и мать помирились. Но Татьяна больше не вышла замуж и больше не родила. Рим Васильевна, когда я был у нее в гостях, когда спрашивали про дочь, она не любила говорить. А вот Мордюкова всегда защищала и оправдывала сына. Хотя тот водил домой непонятных друзей, много выпивал и принимал наркотики. Однако Нонна во всем винила своих невесток. Вначале актрису Наталью Варлей, затем танцовщицу Наталью Егорову. Мол, они не заботятся о Володе. Хотя женщины делали все, что могли для сохранения семьи. Мне не нравилось, когда приходили вот иногда друзья, там они до утра гуляли, там. Вот это мне очень не нравилось. И очень сильно накуривали. И я с ним по этому поводу ругалась. В итоге оба брака Тихонова распались. У него остались сыновья. Один от Варлей, один от Егоровой. Но мальчиками он почти не занимался. И Мордюкова, в отличие от Марковой, была равнодушна к своим внукам. Ну, казалось бы, ну ты бабуля, ну, внук это тоже нужно, и забота, и тепло, не только материнское. Но вот как-то вот у них вот почему-то не складывалось. А вот Римма Маркова единственного внука Федю просто обожала. Все ему прощала и позволяла чуть ли не ездить на ней. Все денежки – внуку, все сладости – ему же. Как все женщины русские, она все взвалила на свои плечи. И очень безумно их любила, баловала. А если бы она не настояла, чтобы дочка замуж вышла, может быть, не было бы и внука. Но, несмотря на все конфликты Риммы Марковой с дочерью, она всегда была рядом с ней, была в курсе всех ее проблем и помогала, как могла. В этом смысле она очень осуждала Нону Мордюкову. Ведь после развода с Вячеславом Тихоновым та занималась больше своей карьерой, чем сыном. Возможно, поэтому Владимир Тихонов, который в юности был предоставлен самому себе, начал выпивать, а потом подсел на наркотики. Он умер от передозировки в 40 лет. В 90-е годы подруги остались без работы. Мордюковой и Марковой приходилось работать в буквальном смысле за еду. И вот так они вместе. Ну, слушай, там колхоз приглашают. Ты не хочешь поехать? Целая группа собирается из золотой. Конечно, а что там? Она говорит, за кур, за яйца выступить. В это непростое время Мордюкова не раз напоминала Марковой про ее испанского мужа. «Римма, ну позвони, ну попроси у него денег», – заводила тему Нонна. Причем она так говорит, «Только я тебя умоляю, не ори». Я говорю, «Что такое? Давай, Антонио». Я говорю, «Да ты что, с ума сошла? Может быть, он женился, может, у него дети. А откуда? Ты что, спятила? Ну ты же жена». Самое интересное, что Маркова так и не оформила с Антонио официальный развод. И вполне могла претендовать на часть наследства после смерти испанского бизнесмена. Его родственники даже предлагали это Марковой. Все по закону. Но актриса отказалась. Она сказала, какое я имею право на его наследство. Можете себе представить, как бы сейчас отреагировали бы современные актрисы? Она не имела права. Она с ним не поехала. Она с ним не осталась. Она сломала ему, как ей казалось, жизнь. А деньги актрисы не помешали бы. Ведь она всю жизнь содержала дочь с внуком. Татьяна нигде не работала. При мне была фраза. «Тебя никто не просил меня рожать. Теперь будь любезна, обеспечивай меня всю жизнь». Она и сейчас не работает. Если в 90-х актриса еле-еле сводила концы с концами, то в 2000-х у нее практически не было простоя в работе. К ней внезапно пришла вторая слава. Римма Маркова стала просто на расхват у режиссеров. Все началось в 2004 году с картины «Ночной дозор», где Римма Маркова сыграла ведьму. На тот момент ей было 79 лет. Все. Так. Ну, приступаем ко второй части. Советский певец Эдуард Хиль в 75 лет прославился на весь мир. Хотя его уже забыли даже на родине. Неожиданно в интернете стал популярным его вокалист. Правда, на Ютьюбе его произведение назвали просто «Трололо». Я сказал, что вот где-то на Ютьюбе, там вообще просмотры, гигантское количество просмотров. Все хотят тебя видеть, все хотят слышать твою музыку. А в 2010 году этот клип разместил у себя в блоге американский студент Рэй Уильям Джонсон. «Это вполне может быть самым невероятным выступлением во всем интернете», – прокомментировал он видео. И оказался прав. «Трололо» просто взорвало интернет. Так в 75 лет к Эдуарду Хилю пришла популярность мирового масштаба, которую он никак не ожидал. Его телефон не умолкал ни на секунду. От предложений о гастролях не было отбоя. Мы даже взяли, как это, пресс-аташе, который ответы давал, переводы делал. Было безумное количество. Просто приезжайте, побудьте в шоу двойников, там, в жюри. Но, к сожалению, здоровье уже не позволяло певцу гастролировать. Вскоре у него случился инсульт. Можно сказать, Эдуард Хиль ушел из жизни в зените своей второй славы. А вот Римма Маркова, вернувшись в кино под старость лет, продлила свою карьеру еще на десятилетия. После 80-ти жизнь только начинается. Так можно смело сказать о Римме Марковой. В 2000-х годах она снималась чуть ли не чаще, чем в молодости. Причем играла главные роли. Да нет, и суда нет. А вот Нонна Мардюкова к тому времени давно не снималась в кино. Последний раз она появилась на экране в фильме «Мама» в 99-м году. Простите. Стоящих сценариев Мардюковой не предлагали. Да и здоровье уже было не то. Последние годы актриса болела сахарным диабетом. Она часто лежала в больницах. В старости за Нонной ухаживали только верные сестры. Никого больше рядом с великой актрисой не осталось. Ни мужа, ни любимого сына. Доживала Мардюкова почти в нищете. Банк, где она хранила все свои сбережения, в 90-е лопнул. И у нее накопилось там 60 тысяч долларов. И они все сгорели. Римма Маркова, в отличие от подруги, в старости работала много. И на здоровье не жаловалась. Дочь и внук стали для нее отдушиной. Правда, рядом также не было сильного мужского плеча. В одном из своих последних телевизионных интервью Римма Маркова призналась. Возможно, она была и не права, что так раскидывалась мужчинами. Потому что вот я выбрала детей, а мужа к черту. Вот лучше, потому что он любил меня. И все-таки помог. А кто поможет? А ведь, казалось, никакие удары судьбы не могут сломить актрису. Даже уход из жизни самых любимых людей она переживала стоически. Сначала смерть брата, потом Мордюковой. Любимую подругу свели в могилу инсульты. Актриса всегда мучилась давлением. А в последние годы врачи поставили ей диагноз деменция. Мордюкова говорила родным, не дай бог умереть выжившей из ума старухой. Хочу уйти в мир иной во сне. Так и случилось. Она скончалась в больнице 6 июля 2008 года. Страшно переживала Маркова смерть Мордюковой. Мы все ее успокаивали. Она рыдала, бросила даже фотографию. Вместе с горской земли бросила фотографию. И говорила, чтобы ты там была не одна. Хочу быть с тобой. В общем, это был очень тяжелый момент. И после этого мы с ней тоже общались. Она резко сдала, резко постарела. Римма Маркова пережила подругу на 7 лет. В отличие от Мордюковой, она не ходила по врачам, даже не стояла на учете в поликлинике. Маркова много курила и не прочь была выпить. Но при этом на здоровье никогда не жаловалась. Я думаю, что это все-таки в ее силе, в ее активе. Она никогда не сникала. А мне жить интересно. Жаль только, время быстро бежит. Однако позже выяснилось, что последние годы Римма Маркова тяжело болела. Просто скрывала это. Одно время у нее была операция. В шраме кто-то был, на горле. Говорят, на себе не показывает. И она никогда, никогда не жаловалась, что вот она нездоровая. Я даже удивилась, что она в больнице оказалась. Удивилась. У актрисы обнаружили рак. Вначале яичников, а потом еще и кишечника. Трижды она делала операции. И трижды, казалось бы, побеждала болезнь. Но каждый раз та возвращалась. Каждый по-своему воспринимает такой страшный диагноз, как рак. Кто-то тщательно скрывает свою болезнь. Кто-то делится бедой со всем миром. Странно. Александр Абдулов узнал о своей болезни, когда уже было поздно. Его давно мучили боли, но актер не обращал на них внимания. Глотал несколько таблеток обезболивающего и бежал на работу. И действительно, у него на спектаклях были случаи, когда... Вот я стою, например, за кулисами, и он подходит, он говорит текст, идет сцена, он подходит к краю, он видит просто, что я стою. Говорит, таблеточка, таблеточка, что-то такое. И я понимаю, что ему нужна таблетка под язык, что что-то не то. Узнав о раке легких четвертой степени, актер не стал скрывать свой диагноз. Наоборот, готов был принять любую помощь. Друзья собрали Абдулову деньги и отправили в израильскую клинику. Но чудо не произошло. А вот недавно скончавшийся от рака Борис Клюев не распространялся на тему своей болезни и не объявлял никаких сборов средств. Актер выбрал для себя принцип «Сколько мне отмерено, столько и проживу». Он до последних дней снимался в кино и выходил на сцену. А на вопросы о здоровье отшучивался. Я действительно болен. И продолжаю лечение. Выглядит прекрасно. Вот это и пугает. А вот Анна Самохина не скрывала проблем со здоровьем, когда у нее обнаружили рак желудка. Самохина провела свои последние дни вот в этом хосписе. Актриса просила не жалеть ее. Говорила, я прожила яркую и счастливую жизнь. До последнего дня она очень следовала за собой. Никогда не распускалась. Не было никаких слез, не было никаких истерик. Ничего этого не было. Римма Маркова скончалась в возрасте 89 лет. Умерла от остановки сердца. Во сне. Как она сказала дочери накануне, я просто устала жить. И если бы не это ее броня, а то, что она пережила, то вряд ли бы она столько бы протянула 89 лет. Ну и замолчи тогда, не болтай, что попало. Из-за своего характера Римма Маркова и Нонна Мордюкова испытали немало бед и совершили немало ошибок. Но по-другому жить актрисы просто не умели. Именно такими они и останутся в нашей памяти. Прямолинейными, сильными, яркими. Две заклятых подруги. Две великих актрисы. Две заклятия. Две заклятых подруги. Две заклятых подруги. Две заклятых подруги. Продолжение следует...